Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, разработчик Nord Stream. И сегодня я расскажу о новой серии среднего класса, это Kanda X Travel. Уже по названию понятно, что это многочастники. Конкретно эта серия будет четырехчастной, в единой длине 2.29, то есть 7 футов 6 дюймов, с разными тестами. Есть три варианта теста. Первый тест 3.12, второй тест 4.16, третий тест 5.21, ну вот он у меня конкретно сейчас в руках. В чем особенность этой серии? Тревел спиннинги, в моем понимании, это те спиннинги, которые берут с собой, уезжая куда-то и в общем-то четкого понимания, какие будут приманки, кого ловить и как ловить, обычно не бывает. То есть приехали, посмотрели, чего-то там поняли и попытались чего-то поймать. Поэтому, хотя я очень не люблю универсальную концепцию, на самом деле Kanda X Travel это именно универсалы. По строю, по жесткости, ну и по работе соответственно с разными приманками. Этим спиннингом можно великолепно ловить на всякие кранки, колебалки, вертушки, но в пределах теста понятное дело. При этом же ими можно подвичить примерно до двух третей верхнего теста. По джигу они также работают, но к низу теста я бы добрался пару грамм. Следующий момент немаловажный. Тесты 3.12, 4.16 и 5.21 они относительно условные, то есть немножко их превышать при желании можно. То есть можно сказать, что это тесты под джигу. Потому что сама концепция спиннинга это надежность, надежность и еще раз надежность. Конкретно вот эта вот модель там в брекетш машине держит более 5 килограмм. Для спиннинга с тестом 5.21 это вполне себе хороший результат. Вот поэтому если вдруг назрела необходимость поставить например на модель 5.21 голову 24 грамма и приманку дюйма 4, я просто рассказываю по сегодняшней рыбалке. Сегодня я ловил спокойно 24 граммами, 4 дюймовым сидиком и никаких проблем в принципе не было. Почему же я поставил такой тест? Я уже объяснил, что во-первых это а надежность и б не всегда комфортно будет проводить упористые приманки большего теста. То есть поэтому здесь как бы такая сборная соляночка, все оптимизировано под условно упористые приманки, все оптимизировано условно под твич, под крупные вертушки. В общем тут все зависит от того, чем вы будете ловить. Поэтому единого теста как такового, который прописан, его по сути нет. То есть в твича он меньше, в джиге он будет чуть побольше. По джигу я уже сказал немаловажный момент, что надо, если как бы хотите ловить на джиг этими спиннингами, пару-тройку грамм к нижнему тесту надо прибавлять. Вот тогда будет четкая уверенная проводка с контролем приманки, ну и соответственно со стоком дна. В принципе на твердом дне она будет подстукивать даже на низах, но твердое дно не всегда, не везде. Поэтому я немножко страхуюсь. Общая концепция. Значит кольца Seguide RS в Титане, катушка-держатель Fuji VSS с гайкой от SKSS. Это самый по мне так удобный вариант. Максимально комфортно лежит в руке и подходит практически для любых размеров рук. Далее Evo Forgrip относительно небольшой, просто сделать его в огромном смысле не вижу. Палки все-таки не супертяжелые. Задняя часть небольшая, ну опять же класс Light ML, не надо тут она длинная и мощная. Но при этом по мощности спиннинги достаточно мощные, они держат серьезные нагрузки и они вполне способны бороться с довольно крупной рыбой. То есть вот сейчас мы находимся на Дону, в низовьях ловим там головля и вот в основном у меня 3.12 модель в работе. Ну как бы головль под кило, 3.12 достается на раз. Очень-очень важный момент по поводу строя. Я сейчас специально друзьям давал тревелы и все как один говорят одну вещь. Мы не понимаем, что это тревел. То есть по ощущениям в руках это обычный двухчастный спиннинг. Вот скажем так, провалов в середине, лапшистости, которые очень часто свойственны тревелным спиннингам, здесь нет. Нет, потому что спиннинг сделан как и все Кандо Икс по концепции WX Construction. То есть есть реальная возможность сделать его с одной стороны легким, сбалансированным. Ну по балансу, вот смотрите, я сейчас просто уберу кранчик, который мы сейчас пулялись. Катушка Certate 2500 с 16 года. Вот он баланс. Это самый мощный спиннинг, более легкий, сбалансированный еще лучше. То есть по балансу палки очень хорошие. По строю это классический средний быстрый строй. Вершинка достаточно жесткая, именно поэтому это было ограничение по джигу. Ну и собственно говоря, все четыре части тут соединения у нас идут спиготы. Путовый я делать не стал, спигот надежней. И поэтому все три стыка – это спиготные стыки, которые намного лучше держат нагрузку, намного лучше дают отработку бланка под критической нагрузкой. Немаловажный момент для тревела – это чехол. Делать тубус жесткой к нему я не стал, потому что условия перевозки у всех разные. Поэтому ограничился классическим неопреновым чехлом на четыре секции, который очень удобно и комфортно помещается в больших чемоданах. По факту мы имеем вот такой вот сверток. Это модель 416 в нем. Собственно говоря, от не сильных ударов он предохранит. Но если планируете лететь куда-то далеко, не сильно доверяете авиакомпаниям и прочее, прочее, все-таки лучше, наверное, там какой-нибудь тубус, либо просто банально водопроводную трубу довести в чемодане – этого вполне хватит. Сразу еще скажу одну вещь, которую люди однозначно спросят. А не прокручиваются ли три стыка? Нет, не прокручиваются. Не выпускал из рук три дня, ни разу не проверял стыки. Вот спиннинг как был, так он и остался. На этом, наверное, все. Много рассказывать не вижу смысла. Это надо просто держать в руках и проверять и тестировать на воде. Кадры вы видите, то есть спиннинги работают, отрабатывают. Ну и как бы, по крайней мере, нам они принесли уже за эту поездку много рыбы. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Всем пока. Увидимся на воде.